На стрелочку посмотришь? Отлично. На стрелочку, давай посмотрим, где стрелочка ребятика. Отлично. Молодец, умничка. Переключишь сам? Идём, переключи сам. Отлично. Изучай. Изучай. Барабан. Ну, интервью у тебя будет брать. Вы будете брать интервью? Да. У Демиде, ну, тяжёлое физическое состояние. Он, ну, играть не может, то есть руками что-то делать. А тут у него появилась возможность именно игр. То есть он узнал, что такое игры, и эмоции от этого, конечно, совершенно другие. Скажи, и читаю, и играю. Играю к у тебя воде. Да. Вот целый вечер. Изучай. Угу. Ну. Бэ-А. Ирабан. Барабан. Дети в основном у нас играли сначала для того, чтобы научиться пользоваться компьютерными программами, чтобы они поняли, что благодаря тому, что они смотрят в определённую точку, там происходит определённый результат. И потом мы уже начали переходить на коммуникацию. То есть ребёнок смотрит на карточки, и компьютер озвучивает ту карточку, на которую посмотрел ребёнок. Ирабан. Ирабан. Ирабана. Такие компьютеры открывают новые возможности детям с двигательными ограничениями, которые закованы в своем теле и еще и не могут разговаривать, они не могут никому объяснить, что они хотят. А тут получается, что компьютер дает им эти возможности, а компьютер озвучивает то, что хочет ребенок. Раньше я понимала его просто на интуитивном. А сейчас у нас появилась возможность, мы можем сесть с ним, пообщаться. Я спрошу, как у него дела, как самочувствие, что он хочет играть, во что, в какие игры, какую книжку почитать. То есть стало намного больше возможностей именно общения. Да, да, да. дети в коммуникации достаточно большой рывок сделали и с некоторыми детьми которые либо дошкольники на следующий год пойдут в школу либо уже школьники мы начали учиться читать а